День памяти воинов интернациональных войн У регионе протягивается официйный визит надзвычайного и полномочного посла Французской Республики. У Беларуси Дыдье Канеса. Сёння отбудется выниковая коллегия фонду Гомель Аблумайомость. И больше подробязно об этом и не только. У складания кветок, допомников и поминальные службы во всех храмах. Сёння у Беларуси означает День памяти воинов-интернационалистов. У 1989 году советские солдаты перешли мост по хроничной раке Амударья под Термезом. Так завершился вывод советских войск из Афганистана. За маль 30 тысяч беларусов, які воевали на афганской земле, до дому не вернулись 771 человек. З їх 124 – наши земляки. Сёння в области проживают 3790 воинов-интернационалистов. Сёння мероприемства по традиции открыются областной поминальной акцией «Запали свечку памяти». Яна почнется у Свято-Петропавловским кафедральным соборы в 11 годин. После этой акции во всех храмах Гомельской области, где есть погибшие, там будут проходить поминальные акции с упоминанием всех погибших, умерших воинов-интернационалистов. В городе Гомель 12 начнется поминальная служба в Иверской церкви. Прочистый митинг з ускладанием кветок до монумента воинам-интернационалистам пройдя у микрорайоне Любинске. Завершатся памятные мероприемства с устречами воинов-интернационалистов с молоддю в новочальных установах и войсковых частях. Депутаты постоянной комиссии Совета Республики Национального Сходу Республики Беларусь по региональной политике и самокерованне провели в Гомеле выездное посаджение. На парадку дня реализация законов об радооцинной безопасности насельничества и об правовом режиме территории, яке подверглись радиоактивному забрудживанию. Гэтые документы были приняты некольких годов тому и на думку депутатов, некоторое положение мают потребу у Дапрацолцы. Махчым именовым введением и потекавился Олег Синцерову. Возделывать все культуры невозможно, потому что это экономически невыгодно. Наши почвы, которые на загрязненной территории в Гомельской области и часть та загрязненная в Могилевской области, это почвы легкие по граду на леометрическому составу. Поэтому это супесчаная почва, это песчаная почва. Для них больше приходны, конечно, зерновые культуры, это кукуруза, как альтернатива, вот я говорила, сорговые культуры, пайза. Это те культуры, которые целесообразно возделывать на наших землях и получать хороший экономический эффект, хорошую урожайность. Если после Чарнобыльской катастрофы об этом навык не марили, то сейчас это уже реальность. В Институте лесу, Национальной академии наук, генные инженеры займаются уже нескольких годов. В пытаниях эффективного выкрасывания лесов во умовах градоцинного заброживания тут достигнулись значимых успехов. Со свет навядомыми можно назвать и распросовки Республиканского науково-практичного центра датацинной медицины и экологии человека. Эндокринология, применёвая диагностика, гемокоррекция – это только некоторые на керунке деянности центра. Республиканский науково-практичный центр продацинной медицины открытой с нижней 2002 года. Зараз что год только местом стационары проходят лечение до 14 тысяч человек. И еще 60 тысяч в поликлинице. Сучастное обстановление позволяет проводить реабилитацию на самом высоком уровне. Члены постоянной комиссии Совета Республики национального схода упагажаются. За 30 чернобыльских годов зроблено шмат, а для той же закона продацинной безпицы населенства был принятым аль 20 годов тому. За этот час шмат чего изменилось, а тому некоторые положения потребуют унесения корректив. И еще одна огученная проблема. При наявности довольно значной колькости корыстных распросовок их укоронение часто нельзя назвать эффективным. Наша наука разработала очень много предложений. В части, будем говорить, развития соответствующих территорий. В части оздоровленческой политики и многое другое. Но, к сожалению, многие наши, будем говорить, министерства, ведомства, в силу каких-то определенных обстоятельств, не всегда используют вот эти направления в виде, будем говорить, прикладных направлений в работе. То есть, то ли где-то не хватает средств, то ли где-то, значит, не хватает желания. Поэтому наша задача в обобщенном виде видеть эти направления и в какой-то степени вместе с научными нашими учреждениями проталкивать непосредственно в жизнь. Олег Сентярум, Валерий Гопанько, телерадокомпания Гомель. Сегодня протягнется официйный визит у Гомель надзвычайного и полномоцного посла Французской Республики у Беларуси Дедье Канеса. Под обязанностями Володая Дмитрий Котау. С подарды Дедье Канес, посаду посла Французской Республики у Беларуси, займается снежня минулого года. Это его первый официйный визит у наш регион. Распоршался он с наведыванием гимназии номер 46, якая носит имя Блеза Паскаля. Выдатный французский ученый и философ заявляется уродженцем города Клермон-Ферран, с яким у Гомеля установлены павратимские совести. Дипломат ознайомился с организацией учебного процесса во установе. После провел встречу с наставниками и наученцами, подчас якой отказал на их питании. До речи, размова велася на французской мове. Гимназисты с 2000 года, 10 класс, имеют возможность выезжать каждый год на стажировки в лицей имени Блеза Паскаля и имени Жанны Дарт Лермон-Ферран, что позволяет им на практике применить те знания, которые получают дети в гимназии, и, скажем, благотворно потом уже применять во своей взрослой жизни. Ну и данное образование повышает, естественно, конкурентоспособность наших пасканков на рынке труда. Офицейный визит протягнулся у Гомельске Мабл-Выконками. Размова подчас устречи с кировнистом региона о поширении двухбоковых относинов у голени экономики. Поколь на территории Гомельской области працует одиное предприемство с французским капиталом – Камконт, якое специализуется на распроцовце и выработке отепляльного обсталявания. Однако с подарка НЭС сподяется, что в будущем не таких прикладов экономичного супрациониста станет больше. Это один из приоритетов моего визита в области изучать какие-то возможности развития французского бизнеса в регионе. Мы договорились работать над этим, чтобы создавать эти перспективы. У программе другого дня визита устреча с кировнистом Гомельского гарвы Канкама, а так само наведывание предприемства Камконт и поездка у Чаширский район. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, Михаил Рабкоут, телерадиокомпания «Гомель». Меньш як тидзей застався уже хороу Гомельщины, каб вызначиться с выплатой сбору по декреті номер 3. На 20 лютого працездольные громадяне, яке у 2015-м годе не працавали, повинны выплатить сбор у 20 базовых величин. Платить повинен не кожный, а только той, хто не змог доказать, что не удельничал у финансовании державных выдатков по уважливой причине. Для этого громадяне звертаются у податковой инспекции и специальные рабочие группы ГАР и Райвы Канкамал. Подробязности у сюжете Настаси Кучинской. Жихарка Гомельского района Людмила Шалаева – одна из тех, кого вызвали ляд выплату сбору на финансование державных выдатков. У 2015-м годе она не працавала, треба было ратовать близкого человека. Муж получил инсульт, сильнейшая форма инсульт, с кровоизлиянием, операцией, долгая реабилитация. Ну, лежачий был временно. Так я не могла работать. Обратились мы в исполком, нас освободили. Таких, як Людмила Михайлов, на Угомельском районе больше за 20 человек. По областным центрам задоволили заявы 110-ти горожан. Это люди, які трапили у тяжкую житевую ситуацию. Их от выплаты податку вызволила рабочая группа Гарвы Конкама. Она сбирается двойче на тыдень, сярод наибольше распаусюдженных причин, по яких вызволяюць от выплаты, серьезные захворывания, учеба, служба в Узбройных силах. Члены рабочих группы мкнуться максимально объективно с позиции человечности оценить ситуацию. Прежде всего, мы смотрим общий трудовой стаж. Мы смотрим возраст человека, если человек предпомиссионного возраста. Также определенной категорией являются студенты, которым не хватает буквально несколько дней. Они закончили в конце июня учебное заведение, учились наплатно, не смогли потом трудоустроиться. У Гомеля отбылось и первое судовое посажение по декрету номер 3. Один из гамельшан выбрал такий шлях в извалении от податку. В суде Центрального района было предварительное судебное заседание по гражданскому делу по жалобе Семенова Александра Степановича на решение инспекции МНС по Центральному району города Гомеля, ущемляющая права и законы интереса граждан. Рассмотрение данного гражданского дела назначено в открытом судебном заседании на 15 часов 21 февраля. По кульсу Дысправа у целом Гомельской области от выплаты податку вызвалили больше 200 человек, и это не самые оперативные даденые. Рабочая группа, по разгляде за ее граждан, створены во всех районах в области. Працуют они регулярно, лишь бы худко меняются. А пош не день, коли треба оплатить сбор 20 лютого. Али рабочая группа в Иконкаму будут працовать и после этого дня. Ты, кого вызвали от податку позднее, так само не придется ничего платить. Головная прозвороте у комиссию, як мага больше подробязна документально подтвердить свою тяжкую житевую ситуацию. Решение принимать тяжело всегда. Вдвойне тяжелее принимать решение, если заявитель в своем обращении указал просто, у него была трудная жизненная ситуация, и он просит освободить его от оплаты сбора. Никаких документов о доходе, либо попытках трудоустройства, либо причину нетрудоустройства он не указывает. В данном случае, ну какое может быть решение? Отримать консультацию по пытаниях декрета номер 3 можно у податковых органах. Тут створены специальные гараши-линии. Их номеры можно найти на сайтах райвыконкамау. Телефоны у Гомеля вы бачите на своих экранах. Настасья Кучинская, Игорь Марышченко, телерадовая компания «Гомель». Сегодня отбудется выниковая коллегия фонду Гомель «Аблмайомость». Летость у регионе продадзе на 109 объектов нерухомой майомости. З їх 40% теперь выкористовываются у вытворчей сферы. А кроме выниковых лечбов на коллегии будут вызначены новые кропки росту и шляхи больше эффективного включения майомости у господарча оборот. Подробязности темы глядзите у наших наступных выпусках. По подозрению в здяснении тяжкого злочинства правоохоуники устанавливают особу мужчины. Его прикметы на выгляд 50-60 годов, рост коля 180 см, хударлявый телосклад, волосы севые, борода да ужиней коля 1 см. Был опранутый у куртку черного цитем на широкого колеру до пояса, черные штаны. На голове кепка черного колеру с козырком. У момент здяснения злочинства был у окулярах. У выпадку отримания какой-нибудь информации про особу мужчины супрацовники отдела внутренних справ администрации Центрального района Гомеля просить связаться с ними. Номер телефона плюс 375-29-608-96-02 альбо 102. Промая телефонная линия сегодня пройдя во управлении внутренних справ Гомельского абловы Канкама. На пытание, яке отыщатся деятельности правоохонных органов, откажет первый наместник начальника УУС полковник милиции Сергей Матвеевич Дзямковский. Номер телефона 96-74-32. Промая линия будет працывать за 11 до 13 годин. 14 лютого свята романтики и пяшчоты. Так, у Дома грамадянских абрадов зарегистровано 10 новых шлюбов, что в 5 разу больше, чем у звычайных алторок. Личится, что союзы, заключенные в этот день, будут вылучаться романтичностью и экстравагантностью. Наверное, после многих годов, проведенных разом, такая пара заховая у одной сынах пяшчоту. Молодые веруют, что этот особливый день принесет у них суместное житё еще больше взаиморазумения и радости. Мы познакомились в лицее. Вместе мы уже почти 6 лет. И пожениться мы решили 14 февраля. День влюбленных. Знаменательный такой день. Очень символично. Очень символично, да. Какой день может быть лучше. В доме грамадзянских обрадов в минулом году было зарегистровано коля тысячи шлюбов. Все лета 90 закаханных пар поспели умоцовать свои относины. Середний взросл молодых при уступлении у шлюб зараз складает 25-27 годов. Специалисты личат, что такие пары значительно больше ценят свои относины и мкнутся захавать почутки. Подарунок до дня Святого Валентина подрихтовала гамильчанам Центральная городская библиотека имя Герцена. Тут открылась коллективная выстава гамильских фотографов под назвой «Закаханы люты». Кахан не может быть первым, пяшчотным, нечаканным, шаленым. Миновита таким розным, яну паустая на фотостымках. У основе выставочного проекта думки и в образы неординарных людей. З одного боку идеи фотографов, с другого характеры и эмоции закаханных пар. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by На этом выпуск завершен. У студии работала Наталья Игнатенко. Усяго вам самого доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова